Отдавать ли украинские порты в концессию и чем это может грозить отрасли? Об этом сегодня в Одессе говорили портовики и лидер Батькивщины Юлия Тимошенко. Какие еще вопросы обсуждали во время встречи, знают наши корреспонденты. Портовики Одесской области и партийцы Батькивщины собрались, чтобы поговорить о наболевшем. Работники портов, в частности, обеспокоены тем, что осенью парламент собирается принять во втором чтении законопроект о концессии украинских портов. Уверены, в этом случае госпредприятия попросту уйдут офшорным компаниям, а трудовые коллективы останутся у разбитого корыта. Подобные коррупционные схемы уже якобы обкатаны во многих портах. Издеваются над нами. Дайте открытые, понятные условия, инвестор придет. Но инвестора сюда, в эту страну сегодня, в эту отрасль спускает только за взятку, только за откат и за все другое. Юлия Тимошенко заявляет, она тоже против концессии, и фракция Батькивщины этого не допустит. По словам политика, сейчас концессия в Украине означает, по сути, бесплатную приватизацию, когда чиновники-коррупционеры передают коммерсантам успешное госпредприятие, а те, не вкладывая ни копейки, его уничтожают. Просто они забирают все эти основные фонды и минимизуют все траты. А что первое минимизуется? Вся социальная сфера, потом скорочивается значная часть коллектива, а потом начинает делиться взагалей инфраструктурой. Презентовала Юлия Тимошенко и концепцию нового курса Украины. Это глобальная программа переформатирования института власти. Включает в себя разработку нового общественного договора. В нем, уверяет политик, будут четко прописаны принципы, по которым будет жить украинское общество. И на базе этого нового общественного договора будет складаться новый проект Конституции, который, я глубоко уверена, приберет большинство хват, с которыми сегодня живет и работает государственная влада, посилит местное самоврядувание. И самое главное, сделать так, чтобы люди хоть как-то впливали на управление своей Украиной и на свое собственное життя. Новый курс от Тимошенко подразумевает также разработку нового экономического направления, новую стратегию мира и план решения всех социальных проблем, с которыми сталкиваются граждане. Лидер Батьевщины говорит, одна из целей ее поездок – встретиться с интеллектуальными элитами страны и обсудить положение этой концепции. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности – телеканал «Интер» Одесса.